Добрый день, с вами Довина Наташа, художница компании Таир. Сегодня мы с вами поговорим про ремонт холстов. Сразу говорю, что речь пойдет не о профессиональной реставрации, а именно о бытовой починке, с которой справится любой, даже начинающий художник. Рассмотрим разные варианты. Первое, что приходит в голову и, на мой взгляд, является самым надежным вариантом, это зашить. Частенько холсты рвутся около борта. Иногда сами художники являются причиной, когда они осторожно вскрывают упаковку холста острым ножом или мастихином. Считаю, что в этом месте однозначно лучше зашивать, потому что здесь у холста очень сильное натяжение. Впрочем, можно сшивать и дырки, пробитые в основной части экрана холста. Я использую такой шов. Не знаю, к сожалению, как его название. Но сшивать можно любым. Главное, чтобы он хорошо соединял линию разрыва. Конечно, хочется, чтобы шов был максимально плоским, но его все равно будет видно. Так что я советую отводить зашитые холсты исключительно под рельефные картины. Я рекомендую также дополнительно проклеить шов каким-нибудь акриловым материалом. Грунтом, гибкой пастой, густой акриловой краской или моделирующим гелем. Почему именно акриловый материал? Это самый надежный вариант. После испарения воды акрил превращается в прочный водостойкий полимер, который дополнительно склеит разрыв. Сверху уже можно будет работать любыми материалами – акрилом, темперой или маслом. Второй вариант – поставить заплатку. Я знаю, что делают и бумажные, и тканевые заплатки. И даже наклеивают сзади разные виды скотча. Мне больше по душе делать заплатки из нетянущейся ткани. Под приклеивание обязательно нужно положить под холст прозрачный файлик. На что клеить? Здесь я призываю реставраторов поделиться с нами своими секретиками. Я знаю, что клеят и на ПВА, и на БФ, и даже на секундные и минутные клеи. Я приклею две заплатки. Одну на ПВА, а другую на наш моделирующий гель. Опять же потому, что верю в силу и надежность акрилового связующего. Кроме того, он гибкий, и это большой плюс. Нитки по краям заплатки можно немного распушить для лучшего сцепления. Промазываю место под приклеивание и саму заплатку. Сверху также дополнительно промазываю слоем выбранного материала. По времени высыхания ПВА высыхает через несколько часов, а моделирующий гель через сутки. После приклеивания через пластик кладу сверху груз, чтобы заплатка хорошо прижалась. Но через минут 20-30 снимаю, потому что иначе клей просто не схватится без доступа воздуха. Оба варианта приклеились очень хорошо, но из-за натяжения холста образовались такие расщелины между краями разрыва. Можно нанести в нее несколько слоев грунта или густой акриловой краски. Или того же самого моделирующего геля, чтобы как шпатлевкой сгладить этот момент. Но раз натяжение ткани из-за разрыва изменилось, значит где-то неизбежно появятся волны или складки. Поэтому я советую даже перед заплаткой предварительно сшивать края разрыва. Дальше схема повторяется. Приклеивается заплатка, а после высыхания шов дополнительно промазывается акрилом. И хотя холст и выглядит не очень привлекательно, он готов к работе, особенно для картин с высоким рельефом. И наконец, третий вариант. Если у вас порвался большой холст, и вы не хотите идти на компромисс со швами-заплатками, можно просто снять и перенатянуть холстин на подрамник меньшего размера. Понадобится подрамник. Я использую рамку от старого маленького холста и строительный степлер. Загибать ткань на обратную сторону можно как с подгибом, так и без него. С подгибом будет более аккуратный задник. Но без подгиба складывать углы значительно легче. Я приложу под видео схему для натяжки холста. Сперва натягиваем горизонталь. Потом вертикаль. Затем крест-накрест натягиваем боковые грани. И в последнюю очередь аккуратно складываем и подгибаем углы. Ткань иногда бывает мятая, поэтому после натяжки я рекомендую сбрызнуть холст водой с обеих сторон. После высыхания ткань натянется и выровняется. Если холст порвался, это досадно, но его можно починить. Конечно, не стоит создавать на таком золотом холсте работа на заказ. Но его всегда можно использовать для себя или в качестве учебного. Или потратить на тесты материалов. Тесты это замечательно. Творить с удовольствием. До новых встреч!